занятие 1 сейчас расскажу под запись смотрите у нас сегодня с вами первое практическое занятие и давайте начнем его с гитлаба то есть вам нужно зарегистрироваться на гитлабе после того как вы зарегистрировались на гитлабе также вам нужно еще зарегистрироваться в джире инвайты в джиру вадим вам должен был всем разослать оно должно было вам прийти на почту он должен был прийти к вам на почту часто он попадает спам поэтому посмотрите в спаме нет было ли там инвайта на регистрацию в джире после того как вы зарегистрировались на гитлабе зарегистрировались в джире вам нужно заполнить регистрационную форму с указанием этих данных эти данные в будущий будут использованы мной для того чтобы расшарить на вас проект с теми примерами которые я показываю на лекциях а также чтобы вы видели репозитории ваших ревью ревью ровым и короче тех кого вы ревьюете где взять ссылку на эту регистрационную форму я ее кидал skype а также я ее скопировал вот в этот файлик который сейчас открывается вот эта ссылка вот самая верхняя по этой ссылке переходите и заполняете данные которые там запрашиваются ссылка еще раз лежит в папке fundamentals которая расшарена на вас всех там есть папочка full access и внутри лежит links.docs именно вот с таким с такой эмблемкой в этом регистрируетесь и те данные которые в этом указываете я использую чтобы расшарить на ваш на вас проект с примерами с лекцией также там будут примеры с домашками примеры с практиками какие-то дополнительные маленькие примерчики это то что касается общих вопросов теперь то что касается непосредственно практического занятия переходите в папочку fundamentals которая на всех пошарена в google диске и здесь есть папочка практические задания в папочке практические задания есть практическое занятие один вот вы его открываете и здесь перечислено то задать не перечислен список заданий которые вам нужно сегодня будет выполнить что вы сейчас делаете вы читаете и думаете как вы будете организовывать проект для реализации этого задания то есть вы создаете проект и что в нем будет сколько в нем будет классов сколько будет методов какие методы что эти методы делают как они вызываются то есть пытаетесь продумать структуру вашего проекта не опускаясь до непосредственной реализации заданий то есть как делать сами задания вы пока не думаете вы думаете как организовать то есть вы не думаете как создать переменную типа short как ее проинициализировать вы думаете у меня есть 10 заданий как я эти 10 заданий организую в рамках этого моего проекта как я их внутри проекта оформлю то есть всегда надо начинать реализацию какого-то задания с дизайна вот вы сейчас прочитайте задание поймете задачу и будете думать над дизайном вашего будущего приложения пока вы думаете над дизайном вашего приложения я помогу тем ребятам у кого что-то не открылось то есть на подумать вам там 7-8 минут после этого мы с вами обсудим ваши идеи и вы приступите я вам покажу одно из заданий то есть сразу думайте какое из заданий вы бы хотели увидеть в качестве примера и дальше после того как одно задание вам покажу вы в свободном плавании с моей помощью будете это все реализовывать есть вопросы окей тогда читаете а я пока подскажу у кого что-то не запустилось или не открылось ну давайте тогда обсуждать какие будут идеи как мы с вами будем организовать наш проект для реализации вот списка этих заданий у кого какие будут идеи окей ну логично создать проект где вы будете выполнять все домашние практические задания ну проблем не очень хорошо ну как не то что не очень хорошо просто у вас будет например 6 домашек 4 практики это 10 проектов эти 10 проектов вам нужно будет открывать в разных окнах и идеи потому что например идея не может одновременно два проекта между ними легко было переключаться потом их надо будет сохранять на репозитории ну не очень удобно будет да под каждое задание лучше делать отдельный пакет это в рамках одного проекта то есть один проект просто с разными пакетами то есть один проект под сегодняшняя практическая делаем пакет practice one например хорошо а что будет в этом пакете будут классы а сколько их будет можно так то есть можно сделать 11 классов один из которых будет с методом main а что будет в этих остальных 10 классах а как они будут оформлены да в каждом классе будет по одному методу в классе с методом main будет вызов просто этих методов ну да ну можно так ну как то смотрите нормальный вариант но как то мелковато но задания у нас мелковаты чтобы для каждого задания делать отдельный класс класс с тремя строчками кода там там класс пятью строчками кода мне кажется есть смысл например хотя бы первые девять объединить в один под одним общим классом до 9 методов в одном классе и потом эти девять методов мы будем вызывать из метода main чтобы проверить как они работают а теперь давайте подумаем ну и сделать потом десятый и потом десятое задание реализовать уже в отдельном классе потому что ну ну чуть-чуть отличается по 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 предназначению то есть десятое задание делаем в отдельном классе в отдельном методе теперь давайте подумаем как мы эти классы назовем ну мы так пакет назвали ну логичнее классы и методы именовать так чтобы было понятно что они делают и для чего они нужны ну смотрите то есть задание один ничего не говорит о класс назовем примите в тайп с утилс например утилиты по работе с примитивными типами то есть но у нас методы как-либо работают с примитивными типами циклами правильно то есть если мы класс назовем примите в тайп с лупс утилс например будет понятно что класс содержит утилиты для работы с примитивными типами и циклами то есть я по названию класса уже какое-то представление имею вообще о чем это понятно то есть всегда нумеруйте класс то есть именуйте классы так что было понятно чем этот класс нужен хотя бы примерно то есть вам потом будет легче в них ориентироваться а методы как будем называть можно назвать task1 task2 task3 но в идеале попробуйте придумать им имена которые бы описывали что он делает ну например там есть метод который проверяет треугольник на прямоугольность чек триангела или чек ректангел триангела или там из ректангел что-нибудь такое не ну из ректангел на сеттер похоже на геттер похоже ну как-нибудь так валидный валидейт триангела проверяем триангел ну такие названия нарицательные чтобы было понятно о чем это то есть вот эта задача в принципе не простая то есть разработчики тратят ну довольно много времени на то чтобы придумывать название классом полям методом то есть чтобы потом было понятно вообще что это и как это а не так а назову абы как а потом буду долго сидеть и думать блин а что ж я таким именем назвал окей понятно примерно о чем идет речь ну какое задание показать ну какое задание показать ну у кого то есть предпочтение или всем все равно давайте четвертое четвертое а треугольники а ну давайте другое какое с циклами пятое ну это самое сложное неинтересно четвертое сложное не ну кто то сказал четвертое я что говорю четвертое не седьмое просто тут надо подумать а я вам просто покажу и все не честно давайте четвертое или пятое немного писать но принцип будет понятен структуре оформления задания пятое посчитать сумму целых чисел от 1 до 20 ну давайте с вами этим и займемся откроем наш проект но если у вас есть уже какой то можете его использовать добавляем сюда ну я добавляю еще один пакет practice не сюда а вот сюда практики кто в английском силен ну ладно практики кто в английском силен вот так вот так вот так оно во множестве практики нет такого английского а без s ну давайте без s в принципе то есть практик и здесь создаем еще один пакет практик one practice one здесь создаем класс назовем его simple data это type loop через y да type loops утилс создали добавили в индекс теперь здесь создаем метод а методы у нас какие будут модификаторы какие у них будут дальше почему static а мы других не знаем вернее мы другие мы объекты пока создавать не умеем поэтому мы пока создаем только статические методы потому что только статические методы можно вызвать без создания объекта когда научимся создавать объекты будем уже создавать и не статические методы тоже паблик статик тип возвращаемых данных какой будет можем сделать void а можем сделать int ну void уже я думаю не сложно делать все делали а int это мы будем с вами возвращать сумму которую нас считали дальше как назовем все ну у нас что надо почитать сумму целых чисел правильно целые на английском как int int number sum что-нибудь такое verse sum сумма целых чисел причем смотрите давайте узложним себе задачу и будем не просто считать от 0 до 20 а будем сами задавать диапазон значений сумму которого мы хотим посчитать то есть сначала конец не от 0 до 20 а сначала до конца этот диапазон мы можем задать в качестве аргументов то есть здесь я объявляю аргументы int start ну специально усложняю задачу чтобы вам побольше показать int end то есть начало и конец диапазон методы с аргументами мы еще будем отдельно рассматривать поэтому в принципе не пугайтесь если для вас это совсем непонятно у нас будет задание отдельное занятие где мы к этому и вернемся ну просто чем чаще вы с чем-то сталкиваетесь тем привычнее для вас это становится и тем лучше вы это запоминаете то есть как повторение да мать учения дальше нам надо эту сумму куда-то накапливать правильно то есть делаем переменную intsum и говорим что изначально она равна нулю теперь какие будут идеи а как мы эту сумму посчитаем ну и ретурнуть ее надо то есть ретурн это метод который то есть это оператор который возвращает какое-то значение и вернем сумму вот вот здесь должна быть реализация у кого какие будут идеи как же ее сделать for и это будет у нас чему равно старту и до до энда причем здесь у нас до энда не включительно мы сделаем включительно то есть строгое равенство поставить а что делать внутри старт энд уже есть теперь нам надо их считать смотрите старт и энд придут снаружи то есть что мы здесь делаем мы вызываем мы описываем метод как он будет работать то есть мы объявили метод и написали его реализацию то есть мы описываем как оно будет работать а данные вот этот старт и энд значение этих данных придут снаружи когда мой метод вызовут то есть кто-то мне их даст ну это как вас в школе считать научили а потом спрашивают посчитаем я сколько будет 2 плюс 3 вот 2 плюс 3 это аргументы для вашего умения 2 плюс 3 я скажу 5 сум есть то есть сум сум что делает ну давайте распишем сум равняется сум плюс и то есть я как бы в сумму накапливаю значение в цикле то есть сум изначально равен ноль потом я говорю значение старта добавь сум потом значение старта потом значение значение следующее после старта добавь сумм следующее в сумму до тех пор пока мы не дойдем до энда все вся реализация метода ну вот уже return мы вернули его то есть все метод готов теперь осталось проверить как он работает мы с вами сказали что проверять будем в методе то есть в классе с методом main теперь вопрос а как же этот класс назвать то есть это будет тестовый класс то есть класс который нужен для того чтобы протестировать методы другого класса правильно логично то есть смотрите есть такая концепция или рекомендация классы для тестирования называть так же как тестируемые добавляя слово тест к ним то есть simple.datatype.loops.utils.test тем самым я сразу говорю что это тестовый класс для вот этого вот то есть по имени класса мне уже понятно что это скопировал ну в том классе ну чтоб руками не писать его то есть тест можно ставить в начале тест можно ставить в конце просто как вы хотите чтобы тестовый в списке был возле тестируемого или тесты все валялись где-то рядышком ну по алфавиту их сортируют все сказали что здесь будет должен быть метод main ok public static void main метод main есть теперь самый простой вариант берем и вызываем наш метод метод статический поэтому чтобы к нему обратиться надо написать имя класса точка имя метода но так как у нас метод с аргументами надо дать значение давайте дадим те которые в задании от 0 до 20 плюс давайте сделаем какой-то int result куда это значение сохраним потом его распечатаем и запустим 210 причем ну как то 210 ну такой вывод не очень удобный для понимания то есть что такое 200 ну 210 хорошо о чем давайте какой-то комментарий напишем это тест for fifth task например да как-нибудь вот так можем здесь s out задать start start равный 0 int end равный 20 написать start 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 и плюс start end end и напишем sum of int numbers are in in range which start from to end is 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 ну в строчку не влазит потому что у меня шрифт большой стоит запустим запустим ну вот test for fifth task start 0 end 20 sum of int numbers in range from 0 20 ну что-то такое намного понятнее можно сделать здесь вот так читалось лучше вот пример реализации первого задания из этого метода main дергайте все задания только с какими-то коротенькими комментариями чтобы понимать результат вывода какого задания вы получили я это на один экран выведу какие будут вопросы то есть вам сейчас создаете классы создаете методы пишите их реализацию их вызываете смотрите результат единственное что давайте еще обращу на ваше внимание в некоторых заданиях есть подвохи то есть сделано то что приведет к ошибке то есть написано сделать то если дословно сделать будет ошибка вот эти ошибки надо исправить ну например смотрите создайте класс в котором присутствуют переменные класса всех примитивных типов объявили поля всех примитивных типов вы видите на экране значение полей класса без предварительной инициализации значение этим полям не задаем и в каком-то методе их печатаем то есть печатать надо в методе то есть объявляем в классе например в том первом который мы написали делаем там метод и в этом методе печатаем все значения а потом написано проделать то же самое для локальных переменных то есть объявляем локальные переменные значение им не задаем пытаемся вывести на экран получаем ошибку потому что локальные переменные без предварительной инициализации использовать нельзя присваиваем им значение и выводим на экран уже со значениями потому что по другому работать не будет кое-где нужно делать приведение типов кое-где нужно там вот значение задавать но такие мелкие вещи специально акцентируют ваше внимание на то как делать нужно а как не нужно вопросы сильно непонятно да сейчас я это как-то на один экран выведу да что за вопросы сейчас ну да заодно потренируетесь да 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 Видно так? Или мелко? Нормально? Хорошо, сейчас тот верну. Вот main. Видно? Есть вопрос, ребят? Ну, тогда давайте я запись останавливаю, вы начинаете работать, у кого что-то не получается, подзывайте меня, я буду помогать. Хорошо? Хорошо. 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 Хорошо.